Жизнь меняется, когда в город приходят гусары. В 1910 году в Самару был командирован Александрийский гусарский полк, который называли бессмертным. Гусары сводили девушек с ума и позволяли себе хулиганить. Один из таких эпизодов вошел в документальный фильм, который снимают в Самаре. И тут выезжает верблюд, лошадь шарахается в сторону, разбивает витрину магазина оглоблей. Князь Овалов снимает фуражку и просит фотографа его сфотографировать. Он, соответственно, выполняет этот момент и князь Овалов едет дальше. Инцидент с верблюдом привел к тому, что губернатор Самарской области в начале прошлого века издал указ, согласно которому гусарам запрещалось ездить на верблюдах по городу. Сейчас таких наездников тоже не встретишь, но само появление верблюда на центральной улице вызывает ажиотаж и умиление публики. Джамшот несколько лет проработал артистом цирка и сегодня у него премьера. Он снялся в документальном фильме. Тебе понравилось, мой хороший? Понравилось? Понравилось? Мне кажется, что понравилось. Для натуральности сыграть шального гусара попросили человека, которому взобраться на верблюда как минимум не страшно. Артист цирка Владимир Шатиров с двугорбыми созданиями бок о бок работает много лет. Уверен, что они одни из самых умных животных, вот только характер у них довольно сложный. У него память хорошая, работает он у нас давно. Работу знает хорошо. Иногда вредничает, не работает. Заставляем его, чтобы он не вредничал. Ну, Джамшут его зовут. У нас еще есть такой же друг Равшан, тот повреднее у нас. Два брата, акробата. Двухсерийный документальный фильм можно будет увидеть этой осенью. Премьера приурочена к открытию в Самаре музея 5-го Александрийского гусарского полка, которое состоится 12 сентября. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.